Мур, привет друзья, с вами Зюрько! И если вы следили за ML-фактами, то не только подняли свой уровень игры на новые высоты, но и знаете, что мы подходим к сложным темам. Сегодня пойдет речь о механике брони и маг-резисте, то бишь сопротивлении. Я долго не выпускал видео, поскольку не мог придумать простую подачу материала, но в этом помогли и объяснения зарубежных блогеров. Итак, у нас в игре есть два уровня защиты. Физическая броня и магическое сопротивление. Их механика похожа, но значения разные. Обычно у персонажей врожденной физической защиты больше, чем магической, и та и другая растут с уровнем. Отметим первый тезис. С ростом защиты, ее эффективность снижается. Что это значит? Берем банально Валира. У него на первом уровне 18 физической защиты. И Гаргулия выбивает из него 235 урона за удар. Повышаем свой уровень, и урона становится 230, потому что с каждым уровнем повышается наша защита. И вот Гаргулия бьет по 178, а у нас 15 левел. 62 физической брони. Вы могли заметить неравномерное снижение урона. Это потому что последующие единицы брони теряют эффективность. Покажу на примере. 178 урона с врожденной броней. Покупаем штормовой пояс с плюс 40 физической защиты. 146 урона. Это меньше на 32 дамага. Покупаем еще. 124 урона. Это меньше на 22. 107. Уменьшение на 17. 95. Уменьшение на 12. 85. 77 урона, когда физической защитой становится 302. Как видите, пропорция защиты уменьшается. У вас может возникнуть вопрос, почему так? А все просто. Если не сделать уменьшение эффективности, в игре будут неуничтожимые танки. Представьте Хильду или Беллирика с почти 100% броней. Теперь разберем пробитие на примере магического резиста. У бота Лейлы врожденное сопротивление 33 единицы, а как мы видим в проникновении значения разделены чертой. Есть твердое значение проникновение и процентное. У меня стоят эмблемы, которые не дают проникновения для магии. Смотрим расчет урона Валира. Для первого навыка 600 плюс 26. Кастуем его по Лейле и наносим 491 урона. Врожденная магическая защита срезала 135 единиц. Неплохой показатель, но нивелировать его легко. Возьмем магические эмблемы с качественным проникновением и ставим Лейлу. Теперь у нас 20 чистого маг проникновения, а расчет урона 630. Наносим 568 урона навыкам вместо 491, что явно больше. Но броня Лейлы работает, поскольку из врожденной брони В-33 мы отняли 20 единиц, оставив 13 защиты. Мы покупаем сапоги заклинателя, которые дают 15 магического проникновения и у нас сейчас 35 магического проникновения. 630 урона с навыка и мы нивелируем защиту Лейлы в минус 2. Наносим урон 630, как и описано в навыке, значит мы преодолели защиту полностью для себя. Это мы использовали твердое значение. 33 маг резиста, минус 35 проникновения равно минус 2, но не меньше 0. Теперь разберем процентное уменьшение. Ставим бота Зилонга со 100 защиты, а Валиру убираем проникновение полностью. 15 левел и первый навык на шестом уровне. Расчетный урон 600 плюс 26, но мы наносим лишь 341. Все остальное забирает маг резист. Почти половину. Берем сапоги заклинателя на 15 проникновения. И теперь урон 366. Изменение на 25 единиц. Невелика разница, да? Это к тем, кто считает, что чистое проникновение много дает. Но такие самоуверенные люди мои разборы не смотрят. Продаем эти сапоги и для теста увеличиваем свою магическую силу на 65 с помощью пера, что дает нам 384 урона по Зилонгу. Разница небольшая, правда? Теперь заменяем перо на божественный меч, который дает те же самые 65 магической силы, но еще 70 процентов проникновения. Именно эти проценты и есть второй показатель в статистике пробития защиты. Урон резко возрастает до 563. Вот что происходит. Мы изначально наносим 341 дамага по 100 единицам защиты. А когда покупаем сапоги, мы отменяем для себя 15 единиц и когда защиты 85, наносим 366 урона. В случае с божественным мы отменяем для себя 70 процентов и оставляем противнику 30 резиста вместо 100 и наш урон резко возрастает. Сейчас заменим божественный на кровавые крылья, где 150 магической силы и урон будет 439, что меньше на 124 единицы. А все из-за действия брони. Впрочем, если хп у нас будет менее 70 процентов, то и преодолевать мы будем лишь 40 процентов магической защиты. 469 дамага. урона слоу хп. Вернемся к лейле. У нас нет пробития и мы покупаем божественный. Наносим 650 урона. Заменяем на кровавые крылья. И урона будет 632, что меньше. Хотя артефакт дороже прямо-таки на порядок. Конечно, это тоже ситуативно. Порой связка, священный кристалл плюс кровавые крылья дадут больше профита, чем с божественным. Но все зависит от героев и вашей пати. Механику пробития вы поняли, я надеюсь. Также стали лучше понимать, как я конструирую свои сборки. Можно этим видео тыкать в лицо ограниченных хайтеров, которые вопят сборки фигня. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал и жмите в колокольчик. Делитесь обязательно видео с друзьями, превращая их клешни в лапки. И не забывайте ставить ваши лапки. Всем пока.